я хочу понять в тот момент присутствовал понятие как регистрация бренда конечно то есть а крикова коррс был зарегистрирован конечно с юридической точки зрения это gp все как полагается а вот что должно было произойти чтобы переиграть правила игры и вернуть обратно марку крикова государства с моей точки зрения и зависть работников крикова не руководство завода которые ваши друзья в молодости друзья то есть вы считаете что фратика фрати брынза клуба простите вот хочу понять не из каверзности а как работает механизм было пролоббировано какое-то решение был успех был успех у марки крикова корр был успех большой успех на российском рынке она стала очень известна за ней стали гоняться приезжали клиенты допустим грубо говоря мы в свое время заключили такой рисковый контракт но очень правильно на тот момент приехал какая огромная организация как альфа и как альфа банка дочка искала до искала ребят сколько вы теряете в год на рисках и скалну миллион долларов мы теряем на рисках но бог с ним с этим миллионом мы там столько-то зарабатываем один теряет значит а мы вам предлагаем так что мы одни значит вся россия риски все в россии наши ваша задача одно окно да ваша задача обеспечивает только объем необходимый для продаж но они когда зарядили объем они вам задекларировали необходимую планку до которого должны обеспечить да и это уже выпускалась под торговым марками крикова корр даже не пустивший завод мы клеили этикетки а значит свои торговые марки зарегистрированы на на линиях крикова висмоса там и так далее юридическое соглашение было касательно марки крикова корр а что произошло когда волевым решением вам сказали что вы должны отказаться потери как обычно потери потребности того рынка с другим брендом потери прежде всего денег потому что когда вышел указ вернее закон парламента или как это постановление парламента что крикова тогда была борьба насколько я понимаю за крикова за приватизацию нас это не очень интересовало потому что мы выстрелили собственное предприятие борьба шла за приватизацию я уже не помню кто с кем боролся и значит и и это было по моему было давление международных организаций валютного фонда там и так далее приватизация отрасли и когда речь зашла о крику я так понимаю что разные причины были но чтобы сохранить его было принято постановление что это народно-хозяйственный комплекс там исторически я помню мы считали с финансовыми службами мы на этой операции где-то 650 тысяч долларов потеряли сергей викторович а вот можно сказать что вы тот человек который четко на своем опыте знаете слово стоимость бренда конечно вы его можете считать исходя из научно обоснованных историй а вам не приходило никогда в голову к человеку который где-то вот ваше становление как независимого бизнесмена попала к ростов период когда очень активно человек по фамилии добгаль довгань извините начал продвигать историю так называемый бренд-нэйма я вот не очень вижу в молдавии человека который бы это сделал успешно на молдавском рынке создал имени себя торговую марку со своим своим лицом так сказать тем самым гарантировал конечному потребителю на молдавском рынке что он тот гарант что употребляя этот продукт вы можете по крайней мере ему честно в лицо смотреть и так называемые традиции качества через персональную ответственность знаете это наука значит чем больше вы денег вложили тем больше вам поверили довгань или борец или иванов или петров если это начинает мелькать в огромном количестве масс-медиа в определенных так сказать коммуникациях люди автоматически начинают им доверять долго не начал этим первым но в любом случае все равно там 15 лет после развала советского союза вакханалия была такая он подхватил через по-моему зашел не нефтедебри слишком много так сказать подсыпел до снял продукта потому что мы когда уже стали корс лайн холдинг это стала тема номер один бренды значит бренды но окорок с моей точки зрения не очень брендовался он нам иностранцы всегда объяснили что корекс на английском плохо слушается там рэкс корона и так далее значит что нужно искать что-то такое раз второе значит наши партнеры и коллеги консультанты как только мы с ними столкнулись сша открытые винном бизнесе несколько ребята вы молдова вы не должны быть австралии не должны быть чили не должны быть аргентиной вы должны сделать что-то такое чтобы это было молдова и никто другой крайне причинает стиля вина и заканчивая название поэтому мы тогда у себя там на совете постановили что бренды которые мы будем регистрировать будет обязательно иметь молдавский корень или происходить из молдавского корня раз мы это сделал делаем здесь на этой земле вот оттуда у нас появилось уже большое количество зарегистрированных слов которые мы пытались по разному рассказать что касается стоимости бренда я вам скажу мы никогда не думали продавать компанию но когда будем говорит случился кризис 2006 года и мы потеряли много денег оборотных и нужно было начать искать инвестора я заключил контракт с немецкой крупной компанией которая готовит портфель и ищет инвесторов так вот они нас оценили на 2006 год мы сами этого книга не знали нас они нас оценили где-то в 58 миллионов долларов на момент активы крик значит актив помять активы если по балансу смотреть нас его было на 23 то есть такие в этой цене марка до марка на ком рынке сколько у нас продаж вы один наверное из немногих людей которые самостоятельно инициализировали рынке молдовы процедуру цивилизованного банкротства в то время когда многие люди не понимая боясь этого страшного слова не понимая как с этим всем бороться уходили сами себя закапывали глубже 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 и наращивали вокруг себя этот снежный ком долговых обязательств кредитов и прочие дела вы в какой-то момент сказали так вот сейчас мы инициируем процедуру банкротства инициатива будем говорить принадлежит не мне нашим акционерам потому что мое моя задача была выжить выйти любой ценой и в принципе мы выживали да даже потеряв там огромные деньги там 14 миллионов в 2006 году мы все равно там переняли перенесли вот сила торговой марки да мы принесли производство трех по моему четырех торговых марок на территории россии в рынок когда российский был в жутком состоянии потому что в один тот же момент накатили проблемы там эгоизм марки значит полки были пустые катастрофы и клиенты умоляли дать побольше окорок встал и занял принципе места и мы организовали по новые две новые компании персонал сохранили инвестировали в развитии и входы опять в магазины значит практически мы все взросло была трагедия в девяносто восьмом году когда нам 16 сентября обрушились российские биржи мы поскольку уже финансовом мире не очень участвовали я не оценил эту ситуацию пока на второй через два дня банки закрыли шлагбаум на счетах и всю выручку стали российские банки все выручку стали зачислять в пользу погашения комп этих кредитов я понял что это конец потому что бизнес очень капиталоемкий и все дистрибьюцию как правило держать на своих плечах вы должны кредитовыми и вот туда все это посыпал это был 2008 мне удалось удержать персонал четыре месяца и собрать достаточно дебюторской задолженности чтобы рассчитаться с банками мы не остались там должны и рассчитаться с производителем который для нас производил значит и вернул ну как бы вернулся в молдову жутком там депрессивном состоянии потому что рухнул один из крупных крупнейших рынков нужно было что-то делать но тут началась обратная серия когда ваши кредиторы один с другим стали подавать судебные иски нам каждую неделю стали закрывать здесь расчетные счета и вот неделю ты тратишь чтобы его открыть на следующей неделе его опять закрывать неделю стоит открыть я вызвал акционеров сказал все физически работать невозможно это катастрофа искали суши давай подумаем о банкротстве потому что это закон он у вас хорошо написан который позволяет хотя бы шанс использовать значит не дать развалить столько там 15 лет потрачено и авторитет и за рубежом здесь я сказал ну я голосовать за него честно почему ну я не мог в том состоянии голосовать искать я вы слова этого боялись несколько до конца представляют несколько да не дооценивал ситуацию что она дает мне я был не готов психологически к этому решению но проголосовали мой голос был против моих партнеров голос был за я уехал в отпуск на месяц взял с собой закон много да там целый ряд лет не был в таком отпуске выспался прочитал посмотрел почему не вы когда у вас стояла дилемма на кого регистрировать торговую марку вас не было мысли на себя зависит нет а вы владеете как физическое лицо какой-либо торговой марки сейчас да конечно на вашем имени есть торговые марки зарегистрированы на моем на и на имени другую компанию это новые марки бой более узкие более качественные таскать веноделия